Мышечно-инвазивная форма И на протяжении уже многих лет золотым стандартом лечения этого грозного заболевания остается радикальная цистектомия. Но в последние годы такой разумной альтернативой радикальной цистектомии рассматривается так называемая тримодальная терапия у определенной категории больных. Что это за категория пациентов? Если мы посмотрим рекомендации Европейской ассоциации урологов, то мы обнаружим, что тримодальная терапия может быть предложена правильно отобранным пациентам стадии СИТ-2, Н0, М0. При этом должны соблюдаться определенные критерии. А именно, это должны быть небольшие опухоли, одиночные. Должно быть отсутствие протяженной или мультифокальной корсиномы СИТ-2. Также должно быть отсутствие гидронефрозы, ассоциированного с опухолью. И на момент начала лечения у пациента должна быть удовлетворительная функция мочевого пузыря. Но следующая фраза, указанная в ЯУ, также имеет немало значения. Там указано, что тримодальная терапия также может рассматриваться у пациентов, которым по тем или иным причинам противопоказано хирургическое вмешательство. И вот это дословно should also be considered, по сути, означает, что пациенты, которым противопоказана радикальная ацистектомия по тем или иным причинам, составляют лишь часть группы больных, которым возможно проведение органосохраняющего лечения. И давайте посмотрим, как это коррелирует с данными исследований. В 2023 году в авторитетном Lancet Oncology было опубликовано очень интересное исследование, в которое было включено 722 пациента с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря стадии Т2, Т4, Н0, М0. Пациенты были статистически выровнены между группами радикальной ацистектомии и тримодальной терапии. Как мы видим, по целому ряду показателей, а именно пятилетняя безметастатическая выживаемость, пятилетняя канцероспецифическая выживаемость, безрецидивная выживаемость, группы были абсолютно сопоставимы между собой. А группа тримодальной терапии имела даже преимущество в пятилетней общей выживаемости. И основной вывод, который делают авторы этого исследования, это то, что тримодальная терапия в условиях специализированного центра должна предлагаться всем подходящим кандидатам с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, а не только тем пациентам, которым по той или иной причине противопоказано хирургическое вмешательство. Позвольте представить еще одно исследование. Оно было опубликовано годом ранее в Journal of Oncology. Это данные наших китайских коллег. Они также проанализировали группу органосохраняющего лечения и пациенты, которым была проведена радикальная цистектомия. И также по данным этого исследования, канцероспецифическая и общая выживаемость при медиане наблюдения более 9 лет были между группами сопоставимы. Ну, оптимальная селекция пациентов для тримодальной терапии – это вообще залог успеха этой тактики лечения. Очень интересное исследование было проведено в Массачусетском госпитале, которое оценило результаты органосохраняющего лечения у пациентов в зависимости от того, в какой период времени они лечились. И мы видим, что по мере накопления опыта пациентов со стадии Т3-Т4 все реже предлагали на органосохраняющие лечения. Также все реже рассматривались как кандидаты для органосохраняющего лечения пациенты с гидронефрозом, с карциномой ин-ситу и также пациенты, у которых невозможно было полностью удалить видимую часть опухоли. И как же это отразилось на отдаленных результатах? На слайде представлены данные общей и канцероспецифической выживаемости пациентов в зависимости от периода времени. И вот красная кривая отражает ту группу больных, которые получали лечение в последние 8 лет. И мы видим, что адекватная селекция кандидатов для тримодальной терапии значимо улучшила показатели общей выживаемости, канцероспецифической выживаемости, также выживаемости без местного рецидива, что в свою очередь позволило снизить количество спасительных цистектомий более чем в 2 раза, то есть с 40% до 15%. И это еще раз в очередь подчеркивает значимость адекватной селекции пациентов для органосохраняющего лечения. Ну, что такое вообще тримодальная терапия рака мочевого пузыря? Понятно из названия, что она складывается из трех модальностей. Трансуртеральная резекция, лучевая терапия и химиотерапия. Я не буду подробно останавливаться на трансуртеральной резекции, с ней, в принципе, все более-менее понятно. Она может быть выполнена любым способом, монополяром, биполяром, или это может быть лазерный блок резекции, не принципиально. Основная ее задача – это полное удаление всей видимой части опухоли. И это также подтверждается данными того же Массачусетского госпиталя, в котором были проанализированы результаты пациента, в котором был выполнен так называемый условно-радикальный тур и неполный тур. И мы видим, что пациенты, которым было выполнено полное удаление видимой части опухоли, имели преимущество в канцерспецифической и в общей выживаемости над пациентами, которым не полностью была удалена опухоль. Следующая модальность – это лучевая терапия. В настоящее время существуют различные технологии облучения. Это 3D-конформная лучевая терапия, это лучевая терапия с модулированной интенсивностью АМРТ, также это объемно-модулированное облучение ВИМАТ. Мы в нашем медицинкологии Минипетрова проводим преимущественно облучение по технологии ВИМАТ. Пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря на сегодняшний день это, наверное, одна из самых высокотехнологичных и сложных методик облучения. Суть ее заключается в том, что головка ускорителя непрерывно вращается вокруг пациента, при этом лепестки в калиматоре также непрерывно продолжают работать, и таким образом создается такое бесконечное поле облучения, что позволяет сфокусировать максимальную дозу на нашей мишени, то есть в центре таза, и как бы размазать ее по поверхности тела. Что касается режима фракционирования дозы, то настоящие клинические рекомендации Минздрава регламентируют облучение в разовой чаговой дозе 2 ГРЭ, 5 дней в неделю, до суммарно чаговой дозы 60-66 ГРЭ. И очень важное дополнение появилось в последнем обновлении рекомендации, это то, что при наличии технических возможностей и достаточной компетенции специалистов возможно проведение облучения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря в режиме так называемого умеренного гипофракционирования до суммарно чаговой дозы 55 ГРЭ за 20 сеансов. Эта рекомендация, по сути, опиралась на метаанализ двух рандомизированных исследований, которые сравнили облучение пациентов в режиме стандартного фракционирования и в режиме умеренного гипофракционирования. И пациенты, которые получали облучение в режиме умеренного гипофракционирования, имели лучший локорегионарный контроль, чем те, кто проходили облучение в режиме стандартного фракционирования. При этом оба режима имели общие, схожие профили токсичности. В Миссионкологии имени Петрова мы также проводим облучение пациентов в режиме умеренного гипофракционирования. То есть за одну фракцию подводится доза 2,2 грей на регионарные лимфоузлы до бифуркации аорты с интегрированным бустом на мочевой пузырь в разовой очаговой дозе 2,75 грей до суммарной очаговой дозы 55 грей. Ну, важная роль, следующая модальность заключительная – это химиотерапия. Важная роль химиотерапии, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений на сегодняшний день. Целым рядом рандомизированных исследований было доказано преимущество химиолучевого лечения над лучевой терапией в монорежиме. И на сегодняшний день лучевая терапия без радиосенсибилизации должна использоваться в исключительных случаях, поскольку она демонстрирует крайне низкие показатели общей выживаемости на уровне 35-46%. Если мы посмотрим рекомендации НССН, то они рекомендируют проведение радиосенсибилизирующей химиотерапии в режиме либо монорежим цисплатин, либо низкодозный гемцитабин, либо комбинация 5-2-роцила с метамицином С. Наши клинические рекомендации Минздрава в целом вторят НССН с той лишь разницей, что комбинация предлагается цисплатина с 5-2-роцилом. Но, к сожалению, наши клинические рекомендации не отражают схем химиотерапии при гипофракционном облучении. И, к счастью, этот пробел восполняется рекомендациями РУСКО, которые регламентируют проведение использования схем 5-2-роцила с метамицином в режиме умеренного гипофракционирования. И, кроме того, мы также можем опираться на данные наших британских коллег, которые также позволяют использовать гемцитабин еженедельно, комбинацию снова 5-2-роцила с метамицином С, либо цисплатин в монорежиме, или комбинацию БИКОН, он же карбагент с никотиномином, при проведении облучения в режиме умеренного гипофракционирования. Ну и в конце хотелось бы сказать о функциональных результатах органосохраняющего лечения. Да, безусловно, осложнение имеет место быть. Микроцисти с необходимостью спасительной цистектомии развивается до 2% случаев. Поздняя токсичность гастроинтестинальной степени 3 развивается до 2%, мочеполовая 3 степени до 5,7%, сексуальная дисфункция до 38%. Но при этом 75% пациентов отмечают удовлетворительную функцию мочевого пузыря по данным опросников и уровень флоуметрии. И при этом 80% из них полностью удовлетворены работой мочевого пузыря. Благодарю за внимание. 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 Продолжение следует...